Всем привет ребята, меня зовут Джон Доу и это третий сезон Dark Souls. С чем это связано? Приурочено это все к выходу Steam версии игры, теперь наконец-таки больше никакого Games for Windows, слив ужасного, никакого ужасного PvP, все должно быть идеально, все должно быть хорошо, но это мы еще потестим, я уже запускал игру. В общем, ну, вроде как все работает, соединение происходит достаточно быстро, PvP-6 толком я еще не успел, ребят, поэтому, в общем-то, сейчас мы это все будем, ребята, вживую пробовать, как оно, что, но что будем делать, смысл прохождения. Буду играть за мага, потому что у меня многие просили, Джонни, поиграя за мага, поиграя, поиграя, я все отнекивался, потому что магов я не очень люблю, но я решил, а почему нет, давай попробую что-нибудь новое, тем более, как-то я особо никогда за магов не играл, потому что у меня этот класс был неинтересен, но вот сейчас, включив игру, попробовав, ну, вроде интересно, думаю, почему бы нет, почему бы нет. Давайте приступать. Создаем персонажа, ну, у нас персонаж все тот же, ребята. Как был, так и остался. О, катакомбер. Я пока что не могу тебе написать, дружище. Вот. Создаем персонажа, мага. Так, пол-мужчина, конечно же, женщина, если ассоциировать не могу, волшебник. Качать я ничего не буду, кроме учености и интеллекта. Больше, ребята, ничего качать я не буду. Ну, может быть, еще веру прокачаю. Наверное, да, интеллект, вера и ученость. Никакой выносливости, никакой силы, никакой ловкости, никакого сопротивления, никакого здоровья. То есть, сделаем все вот таким вот образом, как я задумал. Беру я кольцо старой ведьмы, чтобы можно было пообщаться с персонажем рядом с Лост-Изолитом, с этой паучихой. Ребят, я уже все забыл, я вообще уже не помню, что тут куда, зачем, почему. Поэтому это будет интересно. Я вообще нифига не помню. Волосы у нас... Ух ты, ядрить мы за ногу, а. Какой же кошмар, какой же генератор уродов в первой части, конечно, Dark Souls, словами не передать. Редактор, конечно, ужасен. Ну и что, сейчас мы еще что-нибудь придумаем. Рыжего ублюдка создать, что ли? Не, ладно, пускай будет такой наркоман. И что я хочу еще сделать, ребята? Подожди, 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 подожди. Зрелость, волосы, цвет. Вот, нужно настроить. Все, баланс, тон света. Сейчас мы тут зафигачим какого-нибудь яркого наркомана. Темный. Оранжевый. Еще хочу темный. Красный, прям вообще краснючий, краснючий. У нас такой будет хелл бой, ребята. Это сюда, это сюда, это сюда. Ну почему же ты, сука, не хочешь? Еще. Нет, еще. Давайте это вот так вот и сделаем. У нас такой вот красный помидор, сеньор помидор будет. Хотя можно было сделать синего, но синего я не хочу. Все, у нас такой красный дядя будет. Или синего сделать. Пускай будет красный. Принять. Долго капошенцы, ребята, не буду с настройками, не вижу смысла. Все, но генератор проводов получится. Насмотрим заставку. Я уже забыл, что тут как, вообще, почему. В годы, который в течение, какие-то летний, как живут. В июня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok and her daughters of chaos Gwyn, the lord of sunlight and his faithful knights and the furtive pygmy so easily forgotten With the strength of lords they challenged the dragons Gwyn's mighty gods grew the hard western scales The witches moved to great firestorms Gwyn, Gwyn, and Gwyn, and Gwyn unleashed a miasma of death and disease and Seath the scales betrayed his own and the dragons were no more thus began the age of fire but soon the flames will fade and only dark will remain Even now there are only embers and man sees not light but only endless lights and amongst the living are seen carriers of the accursed dark side Yes, indeed И, в этой земле... ...дарксинь брандс the undead. И в этой земле... ...дарксинь брандс и ведет к норсу. ...дарксинь брандс, где они были убедены, чтобы ждать к концу мира. Это твои импланты. Продолжение следует... Ну что ж, вот мы и начинаем. Надо немножечко освоиться. Давайте почитаем, что у нас вообще имеется. Черный кристалл, это символ расставания. Даруется изгнанной нежить, и кристалл отправляет фантомов или вас домой. Помните о нестабильности этого предмета, если собираетесь развивать отношения. С кем? С черным кристаллом развивать отношения? Знак тьмы. Темный знак указывает на проклятую нежить. Заклеменные этим знаком возродились после смерти, но когда-нибудь потеряют... Заклеменные этим знаком возродятся, наверное, после смерти, но когда-нибудь потеряют рассудок и станут полыми. Смерть активирует темный знак, который возвращает хозяина к последнему костру за всю человечность и все души. Это мы помним. Погодь. Стрела душ. Простой закон. Так. Стрелы души наносят урон магии, эффективны против железных доспехов, чешуи и другой брони, защищающей от физического урона. Это мы тоже знаем. Обломок пропавшего меча. Брошенный приберющий нежисти. Немногим лучше кулаков рекомендуется. Как можно быстрее найти ему замену. Найдем. Что у нас тут имеется? Накидка, которую носят приличные ученики Винхеймской школы драконов. Большинство гордится учебой в этой академии. И не одобряет отказов от формы одежды, принятой среди колдунов. Среди колдунов. Кольцо старой ведьмы. Старое кольцо старой ведьмы. На нем детально выгравирован непонятный текст. Вроде бы бесполезно. На самом деле, далеко не так это. Это кольцо помогает понимать, что говорит дочь хаоса. Мы берем ключ. Что у него написано? Ключ от подземелья приберющий нежисти на севере. Загадочный рыцарь, не говоря ни слова, швырнул в камеру мертвеца, у которого... Господи. Еще раз. Перевод такой ужасный. Загадочный рыцарь, не говоря ни слова, швырнул в камеру мертвеца, у которого был этот ключ. Кем был этот рыцарь? Какую цель он преследовал? Возможно, ответов не существует. Но вы должны продолжать поиски. Ну, в общем, я что-то помню, что перевод говно был. Но я не думал, что это до такой степени. Что тут обучалочки? Я это все помню. Как бить, я тоже знаю. Все, покойничек. Здесь у нас очередной босс, демон. Но он появится, точнее, мы к нему сможем попасть только после того, как вернемся в лечебницу. Больше никого трогать не будем, потому что смысла я в этом не вижу, ребята. Так как, ну, дают очень мало опыта. Это нафиг надо. Также, я думаю, давайте, наверное, пооткрываем все ачивки. Это будет не так сложно. Я дважды уже... Ну, это будет долго, ребята. Но я скажу, что я дважды это делал. Поэтому, в принципе, трижды я это делал. Дважды на двух аккаунтах Games for Windows Live и один раз на PlayStation 3. Так что, в принципе, я уже знаю, как это все делается. Когда мы разжигаем костер, поэтому я уже разжигал просто, дается первая ачивка. Но, я думаю, вы тут вряд ли ее пропустите. Что ж, сейчас нас ждет встреча с первым боссом. Помню, когда я впервые с ним столкнулся, у меня просто ягодички сжались до такой степени, что словами не передать. Я долго не мог заметить, что здесь вот есть проход слева. Пытался его убить и, в общем, умер, не знаю, раза 3-4. Это было круто. Первое впечатление, конечно, это непередаваемое. Жалко, что всего ты испытываешь один раз. Я бы хотел испытать это снова. Маленький кожаный щит. Небольшой покрытый кожа круглый щит. Усилен металлом в ключевых местах. Малые щиты не бывают прочными, но с ними легче наносить критические удары после парирования. Ставим его. Ну-ка, побежал отсюда, сучонок. О, как пятки аж сверкают. Смотрите, как бежит. Что тут у нас за кинжал? Обычный кинжал позволяет наносить частые, но не очень сильные удары. Эффективен для нанесения критических ударов. Например, после парирования или со спины. Кинжал позволяет наносить резкие удары и выпады. И подходит до самых разных ситуаций. Отлично. Будем, ребята, общаться всеми персонажами. Я хочу просто все вспомнить, хочу появляться для души, поэтому я буду проникаться полностью. Смотреть, не смотреть, сугубо ваше дело, ребята. О, ты. Ты. Ну, ты. Знаешь, и я могу умереть с надежностью в моем сердце. О, еще одна вещь. Вот, возьми это. Вот, значит, этот рыцарь, он упал оттуда сверху, они столкнулись в схватке вместе с тем демоном. И, в общем, этот демон, по ходу дела, пробил, не знаю, ударил его, видимо, своим молотом. И он упал сюда. И, в общем, все. Он скоро умрет и станет полым. В общем, он нам дал флягу с эстусом. После этого нам дается очередная ачивка. Нежить дорожит этими матовыми и зелеными флягами. Почему зелеными? Это же желтая фляга, ясно видно. У костра флягу можно наполнить эстусом, который восстанавливает здоровье. Фляга с эстусом связана с хранительницами огня. И упоминается в темных песнях. В изумруде фляге отражается душа. То, что хранительницы звали. И после смерти огню ты верна. И также он дал нам ключ от восточного крыла второй этаж. Неприберущая нежить это огромная тюрьма, разделенная железными решетками. Даже если нежить и удастся выбраться из камеры, ей все равно придется приложить немало усилий, чтобы попасть на волю. То есть сюда их всех сгоняли, они считались проклятыми. Поэтому, собственно, Гуин их боялся и сгонял в это место. Ладно, сейчас он умрет. Давайте спустимся вниз. И тут, по идее, сейчас можно будет открыть, да, ворота. Но с той стороны к боссу я заходить не рекомендую. Это если вдруг кто-то еще не знает и играет впервые, я не знаю, или собирается поиграть, вот думает, купить, не купить. Потому что на самом деле сейчас очень будет большой приток игроков новых. И вернутся еще и стоячки, ребята, потому что наконец-таки на Steam переехала игра. Сейчас много пвп будет, это будет очень здорово. Так, ну давай, свеченок, иди сюда. Ну что ты? Ограничусь я, наверное, не знаю, наверное, 120 уровнем опыта. То есть я больше качаться не буду. Смысла не вижу. Покойник. Капец, я уже реально все забыл. Я реально разлучился играть даже на самом деле. Бэйки, конечно, в этой игре оставить куда проще, потому что не нужно заходить строго за спину. Можно как-нибудь сбоку там, да, подойти и фигачить. Давай, свеченок, ну что ты? Только что говорил, что легко, но по итогам я не могу этого сделать, ребята. Это очень забавно. Во, получилось. Покойник. У нас там появился посох колдуна. Посох, насыщенный ужасной магией кристалла. Использовался Логаном, когда он страстно увлекался магией сита. Неимоверно усиливает заклинания волшебства, но в два раза уменьшает их количество. И требует огромного интеллекта. Ну, не такого уж огромного, если говорить откровенно, да? А, подойдет, сначала мы возьмем нож, потому что сейчас будем сверху прыгать на босса, чтобы снести ему куда больше здоровья. Я думаю, лучше сделать это ножом, а не палкой. Кстати, да, если долго стоять на этом выступе, босс к вам подпрыгнет и обрушит подоконник вместе с вами. Давай, бей. Опа, ну вот этого я не ожидал, ребят. Я думал, что он будет бить в ту сторону. Я забыл, что боссы здесь так умеют. Падай. Читаем про ключик. Большой ключ паломника. Ключ от внутренней двери в главный зал, прибережище нежище. Большой ключ, который принадлежал избранному паломнику нежити. Он понятия не имел о том, что ему уготовлено это паломничество. Так, нам дали человечность. Человечность здесь восстанавливается, не так, как во второй части. Нужно обязательно ее заюзать, а потом сесть за костер. Также здесь есть вороненок справа. У него там можно производить обмен. Если кому-то интересно, то посмотрите второй сезон, первую серию Dark Souls. Я там показывал, что можно обменять. Ничего я ему не дам, потому что у меня ничего нет. Что можно обменять. А человечность можно, по-моему, обменять. Но я не буду этого делать, пока что она слишком ценная для меня. Только в старых легендах это сказано, что один день неизвестный будет вернуться. И тут мы получаем очередную ачивку под названием Прибытие в Лордран в виде вороны. Дальше я ачивки не выбивал, поэтому сейчас буду делать это все вместе с вами, ребята. Сейчас для начала присядем, прокачаемся, поговорим со всеми, кто есть в Нексусе. Ой, в Нексусе, отлично. Вспомнил Demon's Souls внезапно. Что-то захотелось в Demon's Souls поиграть. Не могу, к сожалению. Нету PlayStation 3. Надеюсь, что поскорее скоро заработать когда-нибудь PlayStation Now там будет эта игра. Да-да-да. Должны получить новые уровни и зажигать костры. Спасибо, это мы все прекрасно знаем. Новый уровень. Нам нужен интеллект, наверное. А, интеллект вкачаю до 18. Продолжение следует... 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 Типа дохрена персонажи Они продажные суки по факту И лугуны Да, как это было С торговкой во второй части То есть это на самом деле у них Такая штука прослеживается Душа пропавшего мертвеца Тут на самом деле в официальной ничего особого, но я прочитаю Душа потерянной нежити, которая давно стала полой Позволяет получить душу Душа это источник жизни и нежить И даже полую продолжает искать их Ну, мы 600, конечно же, не набрали, ребят, с вами Лифт пока что не активен Поэтому всех плюх мы, наверное, вряд ли Не соберем Здесь, хотя тут можно по-другому Все сделать, да, тут можно просто туда перепрыгнуть И все У меня немножко не получилось Нужно было брать разгон Сейчас еще раз, ребят, все замутим Перепрыгнем там, по-моему, это как его Ой, блин, упал Да что ж такое-то, а Дубль 3, ребята, непривычно, непривычно Потому что персонаж куда более легкий В Dark Souls Здесь одно есть одно Есть крутое Скажем Крутая идея То есть здесь, как бы, если ты оденешь Тяжелые доспехи И не важно, прокаченный у тебя там Стамин или не прокаченный у тебя Там можно много носить веса Даже если тяжелая броня у тебя Ну Нагружает где-то процентов Допустим, на 10 Ты все равно катаешься тяжело И я думаю, это правильное решение Которое, к сожалению, они убрали Во второй части Да что ж такое? Во второй части они убрали И поэтому там Жуткий дисбаланс из-за этого То есть там суть билдов теряется И исчез, конечно же Бал Ну Да что ж такое-то, ребят Блин Пояс исчез Нет такого, что тяжелую броню я делаю Тебя пробить достаточно тяжело Ага Вот и все Мы на месте Треснувшая красная ока Она нужна для того, чтобы вторгаться в чужие миры Прочитаем Предмет 10 в игре позволяет тронуться в другой мир Победите хозяина мира И получите человечность Треснувшая красная ока позволяет временно использовать способность Которая обладала Треснувшая красная ока позволяет временно использовать способность Которой обладают только темные духи Кааса С Каасом мы обязательно еще познакомимся, ребята Талисман как раз таки для того, чтобы кастовать чудеса И Моргенштерн Нужно 11 силы, да? Ну я не буду силу качать, поэтому я не буду ее убрать Молот с острыми шипами на навершии Пример самого грубого оружия клириков Позволяет использовать выпады и вызывает кровотечение Хорошая, кстати, штука на самом деле На первых порах И талисман Проводник сотворения заклинаний чудес Обычный талисман распространен среди верующих Талисманы позволяют творить заклинания чудес И изучить заклинания чудес с помощью свитка Сидя у костра Большинство заклинаний чудес может сотворить ограниченное количество раз В общем-то все Что у нас здесь еще имеется Косточка возвращения Кость превратившегося в белый пепел Возвращаясь к последнему костру, у которого вы отдыхали В кострах полно костей нежити Иногда сильное стремление их бывших хозяев найти костер Заражает кости энергии возвращения И последняя вещь Тут вам талисман Лойда находится Да, четыре штуки Этот талисман использует клирики рыцаря отца Лойда Для охоты на нежить Препятствует восстановлению эсоса в некоторой области Во внешнем мире нежить проклята Клирики рыцарей Лойда получают чедрое вознаграждение за охоту на нее Этот благословенный талисман не дает нежити восстанавливаться И рыцари могут легко с ней справиться Вот еще, кстати И медная монета На ней изображен старый Маклойф Бог медицины и спиртных напитков Даже самые дорогие монеты мира людей Имеют низкую стоимость в Лордране Где принято расплачиваться душами Их носят с собой те, кто мечтает выбраться во внешний мир Эти потом души можно обменивать у Фрамта И все будет ништяк Так, валим быстро Потому что сейчас я вряд ли справлюсь с этими скелетами Поэтому лучше, ребята, не рисковать А просто свалить Помимо всего прочего Здесь находится сундук В этом сундуке появляются сюжетные вещи Без которых игру не пройти Если вы каким-то невероятнейшим образом выкинули И по-моему что-то еще Ой, еб твою за ногу И по-моему что-то еще появляется Я помню Забыл, ребята Хоть убейте Нужно быстро добежать В срочном порядке Ага, хрен мы добежим Конечно Все, он свалил Теперь, ребята, подвигали дальше Мы немного пройдем, ребята Серия будет 45 минут Не очень длинная Не хочу, буду так По чуть-чуть играть Для души Покойник Там нужно сейчас сначала наверху всех перебить Покойничек И теперь ты Что у нас тут имеется? Душа пропавшего мертвеца Это мы все читали Ребята, главное сейчас здесь не разбиться Это очень непросто Бывает порой Допрыгнуть Здесь у нас находится колечко Жертвенное кольцо И еще одна проблема дисбаланса второй части Кроется как раз таки в том Что кольца можно чинить Это считаю вообще большим промахом Здесь эти кольца редкие Они Ничего не теряются после смерти Но кольцо ломается Таинственное кольцо Созданное с помощью ритуала Житоприношения Велки Богини Греха Его владелец Ничего не потеряет после смерти Он само кольцо сломается Вот А такие же кольца есть И во второй части Опять же говорю то, что Блин, там он собирал этих колец До усрачки И потом Одеваешь их Счетом того, что там А Черт, это было близко Одеваешь их Если умер, у тебя все остается На месте И потом пошел Починило дальше Ну то есть как бы Ну смысл теряется Этих колец Покойник Душа пропавшего мертвеца Еще одна душа Тут еще пару плюх Имеется Вот там вот Находится человечность И мусор еще есть Который можно будет Обменять Да что ж такое-то Смотри Отходим И кстати В первой части Нет такого параметра Который влияет На скорость каста Но по-моему Есть кольца Если они аж Да что ж такое-то Ты смотри Что творят Сейчас Здесь всех перебьем Ну кастуется Заклинание довольно-таки Быстро Ну относительно быстро Да давайте Будем честными Но все равно В пвп Конечно Таким билдом Играть Это просто самоубийство Большая душа Пропавшего мертвеца Да швари Я просто мажу Мазила Магир Да что ж такое Я вообще не могу попасть Покойничек И травок никаких нету Чтобы можно было Восстановить количество спеллов Которые можно заюзать Это очень печально На самом деле Приходится постоянно До бонфайра бегать Ну там в принципе Можно наставить себе Кучу всяких заклинаний И ходить Их использовать А вот и мусор Ой-ой-ой Покойник Первая смерть Ребята Да-да-да-да Магам Быть тяжело Потому что он Потому что он Сука мажет Как не знаю кто Но я буду пытаться Без боли Никак в этой игре Ребята Да игра Мне маленько Конечно Предтормаживает Потому что DS-fix Почему-то не работает К сожалению Да что ж такое-то Никак не хочет умирать Парнишка Кстати Нужно было бинокль забрать Чтобы можно было наводить заклинания Нет ничего Не упало С мышек Обычно падает Много человечности Да что ж такое-то Не хотят умирать И все Ты посмотри на них Спокойной ночи Спускаем все вниз Ребят Попытка номер два Человечество Нужно все-таки забрать Тут они к черту Я убивать их смысла Не вижу Абсолютно никакого Если поднимутся Тогда да Давайте завалим Вроде как нет Они отстали Да Ладно Подвигали дальше Что у нас тут Юбка полого воителя Блин Мне кажется уже Юбка полых воинов Такая поношенная Что вряд ли может Использоваться По назначению Ну да Это мы прекрасно знаем Душа пропавшего Мертвеца Дракоша Да что ж такое-то Посмотри Да вот ублюдок Не могу попасть И все Магам быть тяжело Ой ёптую за ногу Стоять Ребята Стоять Отступление Тактическое Минус один Сука Да куда ж ты А вот теперь Спокойной ночи Так Бухаем Ребята Пойдемте Что сделаем Наверное Опустим Того Арбалетчика Ой Тьфу Господи Что за слова Опустим Арбалетчика Это ужас Убьем его Бей снаряд Два Сейчас попробуем Кому-нибудь вторгнуть Сейчас я присяду За бонфаер И восстановлю Человечность И попробуем Ребят Попробуем Как оно вообще будет Я думаю На этом серию Закончим сегодня У нас там щит Огонь Ага Вытянутый Деревянный щит Украшен Изображением Белого дракона Деревянные щиты Легче металлических Но хуже Защищают От физического урона И не такие прочные Ну да Ну то пока Лучше чем у меня В данный момент Сейчас сначала Сходим до того Наркомана Который Мечу имя дал Подожди-ка Там пусто 3000 стоит 3000 стоит Ремонтный ящик Тут куча Всякого Дерьма Который мне Как бы Не нужно Хотя Подожди Короткий меч Мне подойдет Мне подойдет Он Но он стоит 600 Но у меня Как бы Есть Спасибо Души Сейчас мы Заюзаем Да что ж Такое Да Все лишнее Нафиг Ну вот В второй части Конечно Плюс большой То что Можно сразу Несколько душ Заюзать А тут Нужно По одной Как и в Димон Солос Не знаю Почему Мы не догадались Сделать это Раньше Короткий меч Короткий меч Просто нужен Для защиты Ребята На самом деле Сила Здесь Как бы Не особо Так Подожди Сабля Тоже Неплох А я Сабля Плохо Мне не хватает По распространенности С этим Небольшим Прямым Мечом Может сравниться Только длинный Меч Удобный Подходит Для разных Ситуаций Позволяет Наносить Обычные Резкие Удары Подожди Да Плюс 5 Никаких Минусов Нет Попупаем Что еще Можно купить За 600 Да Ничего Хорошего Погоди А что там Из брони Может что-нибудь Умеется Легенького Нет Легенького Ничего Абсолютно Нет Злодей Место Этого Мы Ставим Это Да Теперь Отлично Сейчас Нам Это Пригодится Не Я Надеюсь Вы Продолжены Нарколы 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 Несчастный Да, я не здесь, чтобы чик-чат. Мы говорим бизнесом, а мы ничего не говорим. Стоять. Тихо. Спокойство. Только спокойствие, господа. Покойник. Лечимся. К папе. Да что ж такое-то? Я медленно как говно. Все отлично. Поднимаемся повыше. Сейчас мы там все плюхи заберем. Здесь у нас металлический нож. Металлический нож используется как оружие. Ножи можно метать на ограниченное расстояние. По точности они сравнимы со стрелами, но позволяют легко и быстро атаковать. Нежить, которая не может атаковать с дистанции, постарается сберечь несколько ножей. Хорошо. Теперь нужно перепрыгнуть. Это будет довольно-таки сложно. А нет, довольно-таки просто. Там, по-моему, наверху находится арбалет. Насколько я помню. Да, легкий арбалет и обычный болт. Обычный болт обычно используют с легким арбалетом. Зарядите снаряды, чтобы выстрелить из арбалета. Обычный арбалет, который используют солдаты. Луки занимает обе руки, арбалет лишь одну, но перезарядка занимает много времени. Не необходимы болты. Для перезарядки болтов, понятно, нажимаете тут там ЛТ и ЛФ триггер и Райт триггер. Что ж, пойдемте присядем за бонфайр, ребят, заюзаем камушек, ну, красное треснувшее око. И посмотрим, как это все работает. Починили ли ПВП или не починили. Потому что, в принципе, работало нормально до этого, как бы, но... Не ручаясь, как оно сейчас будет. Ведь сначала, знаете, что нужно сделать? Нам нужно скушать человечность. Человечность восстановлена, это очень здорово. Новый уровень. Еще интеллект пускай будет. Изменить заклинание, открыть бездонную шкатулку, ребят. Все лишнее барахло я выложу. Это мне все надо. Мусор нафиг отсюда. Медная монета тоже. Кинжал отсюда прочь. Лучше просто этим заниматься сразу и не захламлять инвентарь всяким барахлом. Ну что ж, ребята, давайте тестить. Не понял юмора. Нужно, наверное, просто выйти отсюда. Поехали. Там какое-то обновление для... Почему он там не отображается, непонятно. Ну или чего... О, вторжение в другой мир, ребята. Реально. Все отлично, значит, работает. Отлично. Но, конечно, долго не приходится иногда ждать. Давайте попробуем. Попробуем просто. Хотя я более чем уверен, что я сейчас проиграю, потому что билд у меня не какущий. У меня билд такого пока что нет. Я просто маг. Я подожду, пока он тут разберется со всеми шишки. Короче, хрен его знает. Покойник, да что ж такое? Печаль, но враг повержен, и мне достаются души. Походу, все-таки есть неопытные ребята здесь. А что такое? Почему только что у меня было проклятие? Странно, короче. Ладно, ребят, пока мы мерим и попробовали, обязательно мы еще попвпшимся. Пвп будет в этом сезоне очень много, я вам это гарантирую. На сегодня все, ребят. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать. Также подписываться на канал, подписываться на гугл плюс и твиттер. Там вся информация касательно канала. Также подписывайтесь на твич, там проходят трансляции. На дополнительный канал вам укладывается запись трансляции, если вы пропустили. А на сегодня все, ребят, давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok